Я коротенько помолюсь с вами, да? Вы со мной? Давайте помолимся. Святой Бог Израилем, спасибо тебе, что ты благословляешь нас каждый день. Сегодня ты нас благословил, мы явно это видим, Господь. Мы живые, мы здоровые, Боже, ты даешь нам силы, ты даешь нам благодать, Господь, приходить перед твоё лицо, Боже, в шаломе, в мире, Господь, наслаждаться тобой, Господь. И мы открываем своё сердце для того, чтобы ты нас учил. Боже, мы очень благодарны тебе, что ты нас любишь, Господь, и дал нам слово. Слово, которое может наставить нас, Господь, в любое время, Боже, в любом мире вокруг нас. Ты благословляешь нас жизнью, ты благословляешь нас, Боже, радостью. Ты даешь нам всё необходимое для нашей жизни, для того, чтобы мы были благочестивыми людьми, Господь, довольными своей участью, Господь, довольными тем, что мы в тебе, Господь, тем, что ты есть в нашей жизни, Господь, тем, что мы есть, Боже, друг у друга, как служение, как община, Господь. Мы благословляем тебя, Царя Вечного, Царя Славы, Бога Сильного. Боишемишуа Машееха. Амэн. Амэн. Я хотел бы поделиться теми вещами, которые Бог некоторое время назад начал вкладывать в мою жизнь и учить меня определенным принципам. Я хочу сразу сказать, что моё слово, оно не направлено для владельцев заводов, газет, пароходов, знаете, да? Да, это сам. И я не буду вас учить о том, как продать алмазную шахту и правильно вложить её в газовое какое-то там производство, в месторождение, да, как выкупить там что-то и так далее. Я не хочу. Я понимаю, что я не бизнесмен. Но, тем не менее, в Писании есть очень интересные принципы. И моё слово к простым людям. Людям, которые пытаются дожить до конца месяца. И вы знаете, что наш мир, он так устроен в последнее время, что мы все, ну, к сожалению, да, пытаемся вот просто доживать. Большинство людей живут от зарплаты до зарплаты. И было бы странно говорить о алмазных шахтах, правда? Когда ты пытаешься посмотреть и думать, как за что ж хлеба купить, за что квартиру заплатить, коммунальные заплатить, а ещё, ой, знаете это слово? Ой, да, это так по-еврейски. В Одессе часто говорят, ой-вэй, ой-вэй, ещё так вот с таким, да. А если плохо, то ой-вэй вообще. Поэтому мы будем учиться очень, как бы, простым вещам. Простым, но они, я знаю точно, что они действенны. Откуда я знаю? Они работают в моей жизни. Это проверено, как говорится, на самом себе. Мы, как семья, уже вот одиннадцатый год вместе. И я вам хочу сказать, что несмотря на то, какое время было, несмотря на тот достаток, который Бог приводил в нашу жизнь, мы можем сейчас сказать, что по милости Божьей мы не имеем и не имели долгов за весь период этого времени. Вообще. Понимаете, да? Я считаю, что в наше время это чудо. Потому что, когда начинаешь... То есть, у нас нет кредитов, которые мы должны куда-то там платить каждый месяц. У нас нет такого, что мы смотрим и думаем, что же мы будем кушать завтра. При этом мы не богатые люди. Знаете, кто-то может сказать, конечно, тебе легко, у тебя куча денег, там, например, я бы тоже, был бы я богатый и так далее. Помните, как тебе молочник, его песню, да? Как он там пел? If I will be rich, man, да, я буду... Если бы я был богатым человеком, вот это... Я бы купил корову, я бы там и так далее. Ну, не бывает еще, но судьба у меня другая, Господь, ты устроил по-другому. Я хочу вам сказать, прежде всего, Бог любит нас, и Он заинтересован в том, чтобы в нашей жизни был порядок. Вот подумайте, что всесильный Бог, Он заинтересован в нашей жизни. Он хочет нам помогать, независимо от того, какое время вокруг нации. Я вам скажу, что вы живете в уникальной обстановке, вы это сами понимаете. Нация, которая состоит из многих этносов, многих культур, многих традиций. Все перемешано, и все пытаются найти что-то одно. Это очень непросто. Но я вам скажу, что непросто также людям, которые живут в России, в Украине, да и в Америке, в разных странах. Потому что все ощущают давление вопросов финансов, вопросов жизни. Вы знаете, что оказывается, большинство людей живут на расстоянии трех недель до банкротства. Вы не знали это? Большинство американцев, кажется, хорошо живут. Но если убрать у них, например, работу, через три недели он банкрот. Он не может ничего отложить. Они, как правило, всем должны. То есть, вы знаете, да? За дом, за три машины, за восемь каких-то там, за катер, за... Он живет, вроде скажешь, богатый человек живет. Ну, посмотришь, скажешь, ну, слушайте, я завидую. А когда его спросишь, сколько он должен, ты понимаешь, что там все. До смерти человек себя посвятил. Он должен работать, он должен участвовать в том, чтобы зарабатывать деньги. И вы знаете, что Писание содержит более двух с половиной тысяч стихов, посвященных вопросам финансов. В той или иной мере, касающихся вообще материальной части жизни. Вы просто задумайтесь. Какое количество? Мы понимаем, что деньги, они, ну, хочешь, не хочешь, они были, будут всегда. И мы с ними должны как-то иметь какие-то взаимоотношения и так далее. И почему бог удивляет столько внимания финансам вообще как таковым? Прежде всего нужно понимать, что финансы имеют очень сильный потенциал. Потенциал, очень сильный потенциал быть конкурентом бога. Вы знаете это, да? Часто-то проводят подобные аналогии. И Матфея 6 глава 24 стих говорит следующее. Евангелие. Никто не может служить двум господам. То есть есть два, может быть, два господина. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а у другого не родить. Не можете служить богу и мамония. То есть он проводит конкретно такую параллель. О том, что есть господа. Кто такой господин, друзья? Это тот, кто управляет жизнью человека. Правда? То есть господин приходит, говорит, делай. И мы понимаем, что на сегодняшний момент система, которая вокруг нас, она говорит, плати. Не можешь платить, иди работай. И больше работай, еще больше работы. Хочешь? Плати. То есть это господин. Согласитесь. И многие люди, неразумно вступая в какие-то такие взаимоотношения с финансами, они становятся в рабстве этого господина. Он начинает диктовать им свою волю. И мы можем иногда такое увидеть, когда молодые люди, например, они, знаете, как поженились и живут мечтой, например, поехать на миссию куда-то. Я буду там миссионером, там, где-то там, например, да? И та-та-та-та-та-та-та-та-та. Но надо же нам как-то устроить нашу жизнь. Нам нужна машинка, нам нужен домик. Давайте мы возьмем кредит, мы молодые отдадим. И потом он понимает, что ни на какую миссию он уже не поедет. Потому что ему нужно оставаться дома в ближайших 30 лет и выплачивать этот кредит. Потому что для того, чтобы поехать на миссию, это не все так просто. Ты понимаешь, что сегодня у тебя могут быть деньги на хлеб, а завтра не могут быть. И ты понимаешь, что ты становишься связан каким-то решением, которое ты принял раньше. Ты принял его, вроде как бы хорошо, вроде здорово, но ты не посмотрел вперед. И твоя жизнь, она проходит в том, чтобы решить вопросы, которые ты, может быть, импульсивно просто сделал. Хочу, знаете, есть такое слово. Итак, деньги являются одним из серьезнейших конкурентов. Как ни странно, как ни странно. При этом сами по себе деньги, они не являются злом. Это не зло. В нашем советском, знаете, постсоветском мышлении есть такой вот образ богача. Помните, да, как рисовали, например, в Советском Союзе карикатуры в разных там крокодилеях, вообще в газетах. Это так пузатые дядьки такие, да, с мешками денег, с сигарами такими, и рабочий такой поджарый, худой, и гордый такой, да, довольный жизнью и бедный. То есть проводилась вот эта вот такая аналогия, что богатые – это вообще злые люди, они кровь у нас пьют, да, они там и так далее, и так далее. А вот бедный – это благородный человек, вот, понимаете, да? То есть и верующий человек, это же благородный человек, то есть и где-то проводилась такая аналогия, да, благородный, бедный человек, ну, то есть, как я говорю. Потому что если богатый, то ты обязательно погрязаешь каких-то, там, знаете, похотях и так далее, и так далее. Жадные, абсолютно жадные, богатые, они жадные. И еще не евреи. Я даже не жадный, знаю, что ответить, да. И, тем не менее, смотрите, друзья, 1 Тимофея 6.10 говорит интересную вещь. Корень всех зол – есть сребролюбие, есть любовь к деньгам, не сами деньги. Проблема начинается тогда, когда мы начинаем любить деньги, мы начинаем поклоняться им, то, что мы читали перед этим, как своему господину. На самом деле, деньги – это всего лишь инструмент, который приходит в нашу жизнь. И мы понимаем это достаточно легко в самых разных моментах. У нас на кухне у всех есть нож, например, мы разрезаем мясо. Это тоже может быть оружием, но это всего лишь инструмент, который помогает нам приготовить еду. И деньги – то же самое. Но мы можем сделать из этого, из них, мы можем сделать идола. Того, кто будет в центре нашей жизни. Того, вокруг которого мы построим нашу жизнь. Вы понимаете, друзья? Но при этом, послушайте, хорошо быть богатым человеком. Как говорил тебе, если бы я был богатым, да, был бы я богат, я бы купил корову. Итак, очень интересный принцип, который мы также можем увидеть в Писании. Мы можем посмотреть на нашу жизнь и понять нечто. Луки, 16 глава, 11 стих. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Вы помните эту притчу о талантах, да? Пришел хозяин и говорит, рабы, я уезжаю, хочу вам дать денег, заработайте для меня. И он же знал этих людей, он же не давал просто кому попало. Он знал, кто на что был способен. Одного он давно, наверное, знал, и он говорит, вот тебе пять талантов. Другому меньше, одному там один талант. Вы помните, да? И приходит время, он приходит и спрашивает, где, собственно говоря, и они дают отчет. И говорит, один вот этот получил, вот тот, а тот, который один, ну как бы брал талант, он говорит, ну вот тебе твое, я боялся. То есть он не смог распорядиться тем ресурсом, который господин его оставил ему. Помните, да? И он закопал его и просто говорит, слушай, я не буду рисковать. И я думаю, что господин, он знал, что у него такое сердце. Поэтому он дал ему один талант. Он понимал, что человек, как бы, ну такой, но все же дадим ему шанс. Да? Все же каких-то денег ему дадим. И хозяин говорит, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Помните, это раб, который наибольше принес прибыли своему господину. И на самом деле, когда мы начинаем размышлять о деньгах, мы можем увидеть один интересный момент. Деньги это как латмусовая бумажка. Вот знаете, что такое, да? Вот это химические опыты. Чтобы ты узнал, что там не на нюх и не выпил, бумажку опускают умные люди. Чтобы все хорошо было. И деньги, если вот мы посмотрим на то, как человек вообще распоряжается деньгами, как он относится к деньгам. Они как латмусовая бумажка. Вот знаете, вот можно увидеть. Человек жадный, например, да? Это же вопрос денег, да? Или человек щедрый. Это тоже вопрос денег. Но также, в первую очередь, это вопрос сердца внутри человека. И никто из нас не сильно так хочет иметь дело с жадными людьми. Правда? Приходится. Да, приходится, я вас понимаю. Но все же. Мы понимаем, что... А вот хорошо пойти, например, даже в гости к щедрому человеку. У него там и есть такие люди. У меня есть такие знакомые. Говорят, я работал на трех работах. Я не знаю, зачем я там работал. Но все, что мне нравилось, это приглашать гостей. И мы такое устраивали. Говорят, я их кормил. Я их и... И мне не жалко было. Вы понимаете, друзья? И он сейчас, этот человек, эта сестра, она пришла в общину. Она живет на небольшую пенсию за 100 долларов. Но она по-прежнему имеет такое открытое сердце в служении. Можно зайти в адрес? Да, запросто. Она сейчас в нашей медицине сидит дома. Она вот абсолютно... Ну, я вам говорю, я просто удивляюсь. За 60 человеку. И она говорит, вот я получила пенсию, я купила это, это. Я там туда уже раздала, туда раздала, туда. Ее сердце, оно абсолютно, ну, открытое. Вы представляете? Это так радостно видеть. Эти люди, они, ну, просто приятно находиться. Такой момент, смотрите. По тому, как человек распоряжается деньгами, мы можем увидеть то, что есть у него в сердце. Вот какое отношение к финансам у него. Мы можем сказать, какой плод есть в его сердце. Ну, вот что находится во внутренности его. Вы знаете, что поскольку правильное, именно правильное распоряжение финансами от человека требует определенной дисциплины, мы можем увидеть интересный момент. Вот я его заметил в жизни людей. Человек, который, знаете, вот идет по магазину, зашел в супер, например, да, взял тачанку побольше и едет. Знаете, как... Помните этот мультик, ну, погоди, Волк в музее, там, на тапочках он ездил, помните? Такой, если тут картины мелькают рядом, и вот ты с этой тачанкой по суперу едешь и собираешь, 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 какие-то вещи, и ты еще не до конца уверен, что тебе надо, но ты собираешь. И знаете, какое слово звучит в этот момент чаще всего в разуме этого человека? «Хочу». Да? Помните, да, это слово, когда вот в супере вот это состоит? «Я хочу». Не вопрос, а надо ли мне это? Вопрос «Я хочу». То же самое, когда ты идешь по какому-то молу, да, там, в скидке. «Хочу». «Такие кофточки», «Такие курточки», «Такие туфли». Да? Все, стремно. «Туфли». «Кастрюли», да? У нас обычно в Одессе туфли лучше действуют, чем слово «кастрюли». Ну, хорошо. «Кастрюли». «Телефоны». А дети говорят «Игрушки». Да? И слово «хочу», оно говорит «надо брать». «Надо брать». И ты подъезжаешь на всех парах с этой тачкой, к этой самой, достаешь кредитку, и говоришь «Эй!» А там говорят «нету». Он говорит «Ну ничего, в минус меня». «Я же хочу». Правда? И ты приходишь потом домой, и через какое-то время ты, ну, вроде все нормально, а когда приходит день «Х», и ты начинаешь подсчитывать, ты понимаешь, что твое «хочу» стоило тебе столько, что ты уже ничего не хочешь. Реально. И ты себе можешь на секунду задать вопрос. Что это было вообще? Почему я вот так легко отвечаю «да» на всякое свое «хочу»? Вообще. Ну, почему? И что я заметил? Что люди, которые, не задумываясь, отвечают «да» на свое «хочу», они часто так бывают, говорят, что они отвечают «да», например, на другие какие-то вопросы, которые связаны с искушениями. Понимаете, да, о чем я говорю? Потому что если ты привык не дисциплинировать себя, если у тебя нет границы, хватит, ты очень быстро начинаешь злоупотреблять этим в самых разных сферах, в том числе в сферах взаимоотношения с Богом и в сферах греха. И есть хорошее средство библейское, например, для того, чтобы, так сказать, накачать мышцы. Это пост. Что такое пост? Пост – это когда ты говоришь «нет, хочу». Правда? Ты хочешь покушать? Конечно, хочу. Еще как хочу, вы бы знали. Но я говорю «нет». Почему? Потому что я вижу, что есть определенная цель, которую я хочу достигнуть. И в этот момент я понимаю, что Бог мне дает силы управлять своим «хочу». И вот это умение, оно формирует один из стержней внутри нас. Понимаете, друзья, да? Потому что, когда ты можешь остановиться, когда ты можешь дать отчет в том, что ты делаешь в любой момент жизни, ты можешь попытаться быть внимательным в вопросах святости. Понимаете, друзья? Поэтому деньги – это очень яркий, яркий такой тест, яркая латмусовая бумажка. Куда мы их тратим? Как мы их тратим? Это благословение, которое дает Господь. Реально. Итак, если у нас не хватает дисциплины, отказать в своем «хочу» в сфере финансов, то хватит ли у нас силы отказать себе в каких-то вопросах, связанных с духовной жизнью? Задайте себе лично этот вопрос. Просто спросите себя, так ли это в моей жизни? Если вы ответите «да», это нужно менять. Вы знаете, чем заканчивается неудержимое «хочу»? Например, в еде это заканчивается ожирением и смертью. Вы знаете, да? Человек, который не может остановиться, который не может отойти от холодильника, он в конце концов пожнет разрушение в своей жизни. Это «хочу» оно не приведет его к тому, что он будет стройным, как лай. Он будет страдать и болеть. И не говоря о том, что это все дорого. Поэтому, друзья, очень важно понимать, куда направлено наше «хочу». Можно вопрос? Мы вот так сразу вопросы? Или как лучше сделать? Пожалуйста. Если это не сбивает? Меня не сбивает. То есть, с одной стороны, человек, он тебе позволяет, а если наоборот, он говорит «я не буду, я не могу, не говорить», это о том, что это там жадность или еще что-то? Все индивидуально, на самом деле, в каждой ситуации. Но иногда, да, действительно, может быть жадностью, но иногда надо действительно себя останавливать. Потому что я не буду. Это, ну, ну вот смотрите, допустим, если вы заболели чем-то, и врач вам говорит «тебе должна быть диета». Это ж, ну, надо быть нормальным человеком, чтобы ее исполнять. Правильно? Это потому что ты же потом же сами будешь снова болеть. Поэтому, как бы, ты будешь говорить «нет, нет, и ты не жадный». Ты можешь взять и пойти купить все. Вы понимаете? Но ты не делаешь этого осознанно, потому что ты понимаешь, что это будет вредить тебя. Ну, без фанатизма. С другой стороны, если ты, знаете, как вот эти истории бабушек, которые на социальных помощях, я слышал несколько таких, они умирали, потом у них в квартирах находили кучу денег. Знаете это, да? Это тоже ненормально. Это тоже ненормально. Это обратная крайность. Я хожу, побираюсь как нищий, но на себя не потрачу. Это тоже неправильно. И они умирают, и никому эти большие деньги не достаются. Они не, ну... А, как правило, в этих всех историях есть сторона каких-то, возможно, травм, возможно, каких-то потрясений. Но это не Божий, это не Божий план, понимаете, для нашей жизни. Божий план, мы придем к этому в разумном управлении теми финансами, которые Бог нам дал. Иными словами, не безумная диета, понимаешь? А я прихожу в магазин, я знаю, зачем я туда прихожу, я покупаю то, что мне надо, я свободный человек купить все, что хочу, но я не буду это делать. Почему? Потому что мне это не нужно. Я это знаю. Понимаете, да? Вот и все. Еще один из моментов. Но мы сейчас придем к этим вопросам. Итак, то, что мы с вами смотрим, это Бог действительно направляет, учит нас вот таким вот простым принципом. Это его подарок, он дал множество мест писания для того, чтобы мы учились. Итак, сейчас я бы хотел затронуть такой момент, как Божья ответственность и наша ответственность в сфере финансов. Мы понимаем, что Бог каким-то образом он влияет на то, сколько у нас денег. Но и также что-то зависит от нас. И очень часто люди путают какие-то моменты и говорят в том, что, знаете, Боже, пошли мне миллион. Вот там, хочу выиграть лотерею. Дай мне миллион там, да? И не приходит этот миллион. Многие, я знаю, церкви, которые, знаете, они провозглашают и говорят, Боже, там, да разорвутся там небеса, да посыпятся на нас деньги, да купим мы здание, да, ну, там, купим мы там кусок и 30 гектаров земли, там, и мы провозглашаем, всех связываем, перевязываем, и камнями обкладываем, там, понимаете, да? И как собирались 20 лет где-то в каком-то стареньком кинотеатре так и собираются. Я знаю другие церкви, они не молятся так, они работают. Понимаете, что? Они работают, и у них здоровенные молитвенные дома, почему? Они поняли принцип преуспевания, надо работать, и Бог подгословляет. Итак, Божья ответственность. Прежде всего, нам важно осознать один из ключевых принципов, друзья. Очень-очень важный принцип. Бог является владельцем всего того, что есть вокруг нас и у нас. Смотрите, Бытие, первая глава, первый стих. Вы знаете это место, да? Вначале сотворил Бог небо и землю. Он сотворил. Небо, земля, это его собственность. Он сотворил. Аминь, друзья. И следующее, второзаконие, 10 глава, 14 стих. Вот у Господа Бога твоего земля и все, что на ней. Псалом 23, 1. Господня земля и что наполняет ее? Вселенная и все живущее в ней. Следующее, Агея 2, 8. Мое серебро и мое золото, говорит Господь Псалом. Псалом 49, 10, 13 стих. Ибо мои все звери в лесу и скот на тысячи гор, знаю всех птиц на горах и животных на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Бог является единственным владельцем всего того, что вокруг нас. это очень и очень важно осознавать. Друзья, мы скажем, ну как же так, у меня в кармане лежат деньги. Я хозяин, у меня есть карточка банковская, там написано мое имя. Послушайте, у вас есть деньги, у вас есть какие-то ресурсы, у вас возможно есть дом, машина и так далее, и так далее. Вы должны понять один момент. С вами поделились. Он с вами поделился. Он дал вам. Вы знаете, что он дал вам на небольшое время это? Вы не заберете ничего из этого. Вы пришли без одежды в этот мир, и вы уйдете. Как бы ты не хотел что-то забрать, как бы ты не хотел обложиться золотом, как фараон и прийти в вечность и быть богатым и так далее, и так далее, ну не получится. А перевод можно послать? И перевод можно послать, я потом расскажу как. Серьезно, у нас есть там счет, мы можем туда вкладывать. Это хитрый момент. Знаете, когда однажды я вспоминаю такую историю, когда один бизнесмен он умер и попадает как бы на небо и ну перед воротами там, ну классика, знаете, как объясняют, там ему говорят, ну фамилия, он говорит, Иванов, Иван Иванович, он говорит, да, сейчас мы посмотрим, книгу открывает, все как положено, смотрит, говорит, вы извините, но вас здесь нет. Он говорит, как нет? я жертвовал всю жизнь. Ну, да, 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 вы не переживайте, вот здесь записано, Иванов жертвовал, да, мы видим, видим. Он говорит, ну так, в чем проблема? Ну, просто вас, ну как бы, нет. Не, 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 вы не поняли, послушайте, я вам объясню. Вы знаете, вот там, вот в том городе, в том городе храмы, построены большие такие соборы, вы знаете, что они построены на мои деньги? Он говорит, да, 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 мы видим, видим, все, вы построили, да, мы давали на это деньги, но, извините, как бы, вашего имени нет, подождите, подождите, как-то это, ну, я вам объясняю, вы знаете, что на этих храмах есть колокола? Так вот, главный колокол и золото, это мое золото, я пожертвовал. Вы понимаете, сколько это стоило? Он говорит, да, 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 мы понимаем все, но, ну, нет вашего имени, ну, нет, послушайте, я не согласен так, бизнесмен, все же, хватка, понимаете, да, идите разбирать, ну, сейчас я пойду поговорю, там, спрошу, как бы, приходит, говорит, послушайте, мы посовещались, мы решили, вы знаете, мы решили вам вернуть деньги, понимаете, да, друзья, все, мы вернем вам деньги, мы иногда, ну, типа, знаете, мы приходим и говорим, о боже, я даю тебе эту тысячу шекелей, не должен, да, если это, смотря как считать, обычно калькулятор включают, на сто процентов, на то, да, то, что мы читали, он говорит, если бы я был голодным, залком, то не сказал бы тебе, он говорит, послушай, если бы я нуждался в деньгах, я бы у тебя не просил, я бы у тебя, Бог не берет у нас кредиты под проценты в сто процентов, и в тридцать, и в десять процентов, и десятиной мы не можем от него откупиться, знаете, типа, ха-ха, я тебе дал, теперь ты мне должен, послушайте, мы все ему должны, как говорят у нас на Украине, как земля колхозу, мы ему должны, потому что это все его, мы просто временно, находясь на этой земле, распоряжаемся тем, что он дал нам по своей великой милости и любви, и многие скажут, но почему же он мне так мало дал, помните хозяина, да, одному один талант, одному три, пять, и так далее, по каким вариантам, по каким критериям он дал, по способностям, но мы же понимаем это, да, мы, когда наши дети растут, мы даем им карманные деньги какие-то, нормально, да, это начальная фонда, в стадии учения детей бюджету, финансов, управления финансов, карманным деньгами, и мы понимаем, что, допустим, дать первокласснику, например, 100 шекелей, он их не задумываясь просадит, да, даже и не поймет, что это было, и ты сам понимаешь, что маленькие дети, они не разбираются в ценности деньга, не важно, но ты даешь, например, 18-летнему ребенку, да, 100 шекелей, и ты понимаешь, что растратом будет немножко другая, подход уже будет другой, мышление будет другим, человек будет думать по-другому, и так, принцип, который я хотел бы вам донести, вы должны спрашивать, не, Боже, что я должен делать со своими деньгами, мы должны спрашивать, обращаться, Господи, что ты хочешь, чтобы я сделал с тем имуществом, которое есть у меня, друзья, если вы осознаете этот момент, если вы осознаете этот взгляд на жизнь, многие вещи у вас будут выглядеть по-другому, реально, реально по-другому, изменится взгляд на пожертвования, изменится взгляд на то, как мы участвуем, например, как финансами в общине, или в жизни служителей, и так далее, в жизни друг друга, совершенно изменится, почему? Потому что мы перестанем искать своей воли, мы перестанем дарить, знаете, такие подарки на подарки, мне подарили там, 500 шекелей, и я должен подарок на 500 шекелей сделать, например, ну, ну, чтобы не обидно было, мы, ища совета у Бога, возможно, будем делать вещи, которые, знаете, по-мирски, они будут нелогичны, но они будут Бога угодны, и Бог будет нас благословлять еще больше, почему? Потому что мы начнем проявлять верность в малом, не надо быть богатым человеком, чтобы научиться пользоваться деньгами, это одна из ошибок, которые мы себе представляем, вот если бы у меня был миллион, послушайте, вы бы просто протратили его и не поняли, куда? Вы знаете, что по статистике люди, которые выигрывают лотерею, они вообще способны там 30 миллионов долларов за полгода потратить, и никто не знает куда, хочу, такое вот, знаете, всемогущее слово, не пожил он полгода, он не понял, что это было, он вообще не понял, что это было, он как выпивал чашку кофе, так и выпивал ее, понимаете? он как ел две булочки на завтрак, так и ел их, а куда все остальное делось? Ну что, ты больше съешь? Ну что? Ну что, как ты можешь на себя подать? Ну, изысканное, ну сколько это стоит? Ну не столько же, правда? Итак, Бог является владельцем всего, и Бог держит все под контролем. Псалом 134,6 Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. Даниила, 4 глава, 32-34 стих, по воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле, и нет никого, кто бы мог противиться руке его и сказать ему, что ты сделал? И римлянам, 8 глава, 28 стих, при том знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует к обладу. Мы иногда задаем такой вопрос, Боже, почему у меня так мало денег? Ну почему я не могу заработать? Я ж вроде не глупый человек, я ж вроде зарабатываю, я ж вроде как-то там и так далее. Послушайте, есть Бог, который сердцем ведется, и он знает, какое влияние на нашу жизнь оказывают финансы. Я вам скажу честно, мы не знаем потенциала денег на свою личную жизнь, вот таких, знаете, взрослых денег. Мы думаем, что мы сразу начнем жертвовать, что мы сразу начнем, знаете, благотворительностью заниматься, служением и так далее, и так далее. Поверьте, это далеко не так. Я встречал людей в нашей общине, например, которые говорят, я им говорю, ну слушай, ну почему ты не читаешь Писание? Это же то, что поможет тебе жить нормально. Он говорит, ты знаешь, я хочу читать Писание, но проблема в том, что я хочу его изучать на серьезном уровне. Ты понимаешь, мне нужен для этого хороший ноутбук. такой последний модель, я закачаю в него кучу Библий, переводов, и я буду вот как бы расти духовно, с невероятной силой и так далее. Ерунда это все. У него приходит этот ноутбук, он смотрит фильмы, играет в игрушки. Библия где-то там есть, первых два дня он ее смотрел, но смысл в чем? Это на самом деле, знаете, нет мотивации, это просто иллюзия, в которой живет человек. И мы говорим о том, что вот если бы у меня было много денег, например, там я зарабатывал тысяч пятнадцать шекелей, я выживаю отволду, а так я ж концы с концами не свожу. Так же ж я выживаю, я ж как бы и так далее, и так далее. Друзья, верный в малом он будет поставлен над многим. Бог знает потенциал нашего сердца. Я встречал бизнесменов, верующих людей, которые зарабатывали достаточно много, больше двадцати тысяч долларов в месяц, например, в те времена, когда квартира в Киеве стоила десять тысяч, понимаете. верующие люди, и они потом уходили от Бога так сильно, и человек говорит, что я творил такие грехи, которые я, будучи неверующим, даже не творил, я даже не догадывался, что я на это способен. Деньги имеют серьезнейший потенциал ломать человека, ломать человека. Это очень серьезное, может быть, серьезным оружием против нашей души, друзья. и мы не знаем на самом деле до конца себя. Мы думаем, что все будет хорошо, но так ли это будет, сложно сказать, очень сложно. И слава Богу, что Он сердцеведец, что Он знает, какие мы, что Он знает, на что мы способны, и к чему это приведет. И Он строит нашу жизнь таким образом, чтобы мы росли потихоньку. Вы знаете, вы можете увидеть это. Дайте сейчас подростку какому-нибудь серьезному, дайте тысячу долларов и скажи, ну, потрать, как ты хочешь. Вы думаете, он правильно ее потратит? Абсолютно нет. Он купит вещи, которые ой. И вы понимаете, что это вредно. Это вредно. можем увидеть на золотую молодежь. Я думаю, здесь тоже есть такие молодые люди. Родители богатые, они нету? Надо привезти? Для разжива надо. Для разжива? Ну, хорошо. Тем не менее, у нас есть, хорошо. У нас есть, я знаю, что в других странах тоже есть. Им дают родители деньги, не вникая в их жизнь, они тратят на самые невероятные вещи. В 20 лет он уже лечится от каких-то наркотиков и непонятно чего. Он не умеет жить. Он не понимает, что такое заработать эти деньги. У него нет стержня, его под натиском вот этих денег. Это опасно и это сложно. Это непросто. Итак, Бог держит все под контролем. Бог управляет этим миром. И написано, что мы не можем даже вырасти просто так. Даже волосы не посчитаны в нашей жизни. Послушайте, в вашей жизни Господь принимает постоянное активное участие. Хотите верьте, хотите нет. Он не дремлет и не спит. Не будет такого момента, когда Бог заснет, например, придет сатана вашу жизнь, натопчет, грядки ваши вытопчет, там жизнь перевернет, и тут Бог боже ты не боже Что это там? Вздремнул я, да? О, ужас! Кто это сделал? Кто это сделал? Кто это сделал, да? Не будет такого, друзья. Он не дремлет и не спит. И даже когда мы не ходим перед ним, он все равно оберегает нас, потому что он нас любит. И когда мы проходим какими-то долинами скорбей, какими-то сложностями, нет работы, нет каких-то вот такие обстоятельства непростые и так далее, послушайте, он в вашей жизни все равно. Он принимает активное участие в вашей жизни. Он не закрывает свои глаза. Поэтому утешьтесь, утешьтесь, друзья. Есть выход, есть радость Божия. Он отвечает за наши жизни, он внимательно смотрит. И Бог часто использует трудности для того, чтобы осуществить свои намерения. Вы знаете это, да? Мы можем увидеть это в жизни, например, Иосифа. Помните, что было? Вообще человек такое пережил, что не дай Бог кому-то. Но Бог использовал, вы помните, когда уже братья пришли после смерти отца к нему, и он говорит им, послушайте, не после смерти, когда они уже вот открылись друг к другу, он говорит, послушайте, не печальтесь, потому что Бог меня послал сюда раньше, для того, чтобы сохранить жизни многим людям. Вы понимаете, да? Бог строил целую цепочку каких-то вещей, которые были невероятно сложными для жизни Иосифа, но в конечном итоге он использовал его как инструмент для того, чтобы народ Божий, он остался жив. И жили они при Иосифе очень даже неплохо. Вы помните это, Пока там не пришел другой фарок. И напоминайте себе об этом. И также скорби или сложности в нашей жизни Бог допускает для того, чтобы сформировать наш характер, для того, чтобы мы могли приближаться к Нему. И для многих, когда они проходят какие-то финансовые вопросы, нет работы, или вот что-то проходит, они говорят, о, сама впору стать неверующим, пойти и, знаете, добывать деньги каким-то нечестным путем, каким-то обманом. Я вам скажу, это не то время, это не те действия. Когда вы проходите какие-то сложности, используйте скорби как ступеньку для приближения к нему. Используйте это, друзья, становитесь на эти скорби и говорите, Боже, ты мой пастырь, ты покоишь меня на злачных пажетях. Вы читали 22-й псалом, да? Аминь. А вы никогда не думали, что эта овечка там делает в этой долине тени смертной. Если я пойду долиной тени смертной, не боюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл, твой посох успокаивает меня. Да? Адашином. Он водит меня. Он водит меня. Иногда бывает такое, что пастырь проводит овечку через очень страшное место. Но он ее ведет, вы понимаете? И кажется, что ну все капец, ну все. Вот сейчас помру. Вот сейчас вот здесь лягу и помру. Но он говорит, твой жезл и посох они меня успокаивают. Я понимаю, что в конце этих ситуаций будут злачные пажики. Будут злачные пажики, друзья. Потому что я не отвожу свой взгляд от посоха моего пастыря. И в вашей жизни обязательно будут злачные пажики для вашей души, для вашего сердца, если вы не будете отводить свой взгляд от посоха пастыря. Друзья, пастырь хочет вас накормить хорошей травой, сытной едой. Бог, он не заинтересован в том, чтобы мучить нас и приводить, знаете, вот просто так. Бог не садист, который мучает людей, но он отец, который понимает, что есть добро для нас, что хорошо для нас, а что нам повредит. Вы понимаете это? Наши дети, когда идут в школу утром, зимой, они, вы знаете, переживают достаточно серьезные скорби. Вы сами, когда встаете на работу, вы чувствуете, вот это вот, короче говоря, я сейчас вот, вообще, тяжело, да? Скорби, согласитесь, кто переживал такие скорби? Я часто переживал. Но ты понимаешь нечто, есть благословение под названием работа, надо вставать, есть ответственность. И мы понимаем, что дети, наши дети, они не способны до конца увидеть и осознать тот потенциал и важность, например, обучения. Они говорят, слушайте, что вы пристали к нам там, это всего лишь школа, как я устал от этой школы, о господи, и так далее, и так далее. Послушайте, сейчас ему тяжело, но ты говоришь, послушай, если ты не будешь учиться, в твоей жизни все будет, знаете, как мы говорим, учение свет, да? А не учение чуть свет и на работу. Так оно и есть. Чуть свет и на работу. Потому что не учился. Скорби способны нас учить. Если вы проходите финансовые скорби, друзья, смотрите на то, чему вас Бог хочет через это научить. Отнеситесь к этим моментам, к ступеням, к возможности приблизиться к Богу. Мы понимаем, что Бог восполняет наши нужды. Он дает нам все необходимое для нашей жизни. и благочестия. И филиппийцам 4 глава 19 стих учит нас. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе и шума шейхам. И Бог он обещает, что он удовлетворит наши нужды. Нужды. Если мы поставим его на первое место в своей жизни. Вы знаете это место? Матфея 6 глава 33 стих. Ищите же прежде царства Божьего. И кого? Праведность его, правды его. И это все приложится вам. Что это все? Все то, что нам нужно. Друзья, если мы ставим Бога в центр нашей жизни, если мы организовываем нашу жизнь вокруг него, все остальное оно будет прилагаться. будет прилагаться. И поверьте, сегодняшнее общество с трудом различает между понятием нужды и хочу. Ведь согласитесь, для того, чтобы мы с вами были живы и могли быть благочестивыми, нам не сильно там много и надо. Реально. Мы вчера общались с Исаком, он рассказывал, что в Капернауме он видел комнаты, где жили первые христиане. Да, такие небольшие комнатушки, похожие на кладовки наши современные. И когда мы начинаем размышлять об этих вещах, послушайте, они не имели даже сотой части всего того, что мы с вами имеем. Вообще не имели. Одни сандали на всю жизнь. Это, знаете, только наивный человек может подумать, что времена средневековья все было так весело, и, знаете, там были одни принцы, рыцари, драконы, и все там, послушайте, все было мрачно. Все было мрачно. И первые христиане, первые верующие, ученики еще, они жили достаточно сложной жизнью, достаточно сложной жизнью. И они кушали такую еду, которую мы сами не кушаем. Мы не кушаем такую еду. И быт, и все то, что было, они работали очень много, очень много. Это не то, что ты пришел в офис, сел за компьютер, что-то там поделал, чистыми, знаете, отполированными ноготками, там, сел в машинку, подъехал и так далее. Забудьте об этом. Люди жили очень тяжело. Бог. Но в центре их жизни был Бог. И мы сейчас читаем книгу Деяния и говорим вот бы нам так. Да? Вот бы нам вот так, чтобы я иду и моя тень и тут знаете, как Василиса прекрасная, тут там лебеди, вот это было бы здорово. Вот если бы вот так, если бы вот так, но мы забываем об определенных вещах, которые они проходили, друзья, мы забываем об этом. И когда мы читаем о героях веры в 11 главе евреям, помните, да? Перепиливаемые совершенно лебедами, да, скитались по пещерам, в пустынях, в козьих кожах. Знаете, как это современным языком называется? Бомжевали люди. Бомжевали люди. Написано дальше. Те, которых весь мир не был достоин. вы просто задумайтесь. Те, которых весь мир не был достоин. Не цари, не герои, которые, знаете, там, герои Эллады, там, и так далее, и так далее. Не геркулесы, простые люди, те, которых весь мир не был достоин. Друзья, есть невероятнейший потенциал от того, когда мы ставим Господа в центр нашей жизни. Просто невероятнейший. Мы можем ее построить либо вокруг, знаете, нашего хочу и отдать себя в рабство этому хочу. Либо мы можем построить вокруг Господа, ожидая, что все остальное Он восполнит. И это непросто. Это непросто научиться, потому что мир вокруг нас как раз учит обратному. Мир вокруг нас через рекламу, через телевизор, через многие-многие вещи, как он говорит, послушай, не заморачивайся. Хочешь, возьми, заплачешь потом. Бери сейчас, плати потом. А потом, когда ты начинаешь считать, ты понимаешь, что лучше ты вообще не брал, что ты в рабстве и ты не можешь с этим справиться. Итак, Бог восполняет наши нужды. Бог владеет всем тем, что есть вокруг. Бог держит все под контролем. И Бог использует трудности или скорби для того, чтобы сформировать внутренность нашу. Но также существует наша ответственность перед Богом, друзья. Это очень важно понимать. Очень важно. Итак, мы должны быть верными распорядителями Божьего имущества. Мы говорили с вами, да? Бог доверил нам какое-то имущество. В зависимости от того, каким является наше сердце, в зависимости от того, кто мы есть. Он столько нам доверил. Но мы должны научиться правильно распоряжаться тем, что Он дал нам. Вы знаете, что библейское слово распорядитель это... Ну, кто такой распорядитель? Современным языком это слово менеджер. Да? Мы можем так сказать. И если мы подумаем, это, ну, как бы меняет наш подход, меняет наш взгляд. И 1 Коринфянам, 4 глава, 2 стих учит следующее. От домостроителей, в английском переводе распорядителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Бог реально желает, чтобы мы правильно распоряжались тем имуществом, которое Он дал нам. Чтобы мы были верными распорядителем. Один из таких ярких примеров верного распорядителя, вообще верного отношения, мы можем увидеть в жизни Иова. Вы помните, какая ситуация там была? Да? Приходит сатана и говорит, я типа знаю этого Иова. Он тебе неспроста служит. Ты ему денег дал. Помните, да? А Бог говорит, неправда, можешь забрать. Можешь забрать. И сатана говорит, а заберу. И забирает. Все в один день человек теряет. Послушайте, это такой кризис, что мало кто проходил через это. Все теряет. Все. И помните, что говорит Иов? Помните, друзья? Говорит, Бог дал, Бог взял. Да будет прославлено имя его. Все. Понимаете, да? Это слова менеджера, это слова распорядителя. Он говорит, послушайте, мой хозяин привез мне вот это, а потом хозяин у меня его забрал. Это же не мое, собственно говоря. Он мне дал его, он мне его забрал. Я просто посохранял его как распорядитель, даже умножил немножко, как хороший менеджер, да? Но, в общем-то, я же на него права не имею. Мы, когда приходим кому-то на работу, работать в офис менеджером, мы понимаем, что, какой бы ты властью не обладал над какими-то ресурсами, есть тот, кто ставит главную подпись. Какими бы деньгами вы не распоряжались своей жизни, есть Бог, который ставит главную подпись на это распоряжение. И вы знаете, многие миллионеры, они думают, я там всю жизнь копил деньги, передам своим детям, они горя знать не будут. А дети вообще не ценят это. Знаете, такие ситуации бывают, да? И еще папа там не успел ему памятник поставить, уже денег нет. Все. Всю жизнь расточил. Помните, как блудный сын, да? Папа копил, копил, он говорит, отдавай мне сюда. И пошел распоряжаться деньгами, вообще, как ему себя в голову взяло? И стал бедным и несчастным, хотя я уверен, что у него было все в порядке, что денег там было много. Просто он неправильно ими распоряжался. Итак, у нас есть с вами ответственность перед Богом, друзья, перед Богом в том, как мы распоряжаемся теми финансами, которые он доверил нам на нашу жизнь, для наших семей, для того, чтобы мы служили другим людям. Аминь? И мы должны быть верными, даже если мы имеем что-то незначительное, как мы читали, Луки 16, глава 10 стих, верный в малом и во многом верен, а не верный в малом, не верен и во многом. Если мы знаете, 10 шекелей не умеем грамотно потратить, ну, зачем нам управлять миллионами? Подумайте, если вы даете своему ребенку небольшую сумму денег и у него не хватает опыта и мудрости потратить его правильно, что мы за родители, если мы дадим много денег этому ребенку? Мы поступим аморально, вы понимаете это, да? Хотя, может сказаться, о, вы меня не любите? Вот, Мойша соседнего класса дают такие деньги, вот, у него есть такие вещи, вот, он может там себе позволить это, вы понимаете, да? но, ребенок не думает о том, что Мойша вообще от рук отбился, что Мойша своими поступками идет реально в ад, потому что он абсолютно неправильно распоряжается всем тем, что у него есть, он тратит вообще на опасные вещи, на опасные, не просто вредные, а есть опасные еще вещи. Итак, верный в малом, он будет поставлен над многим, независимо от того, сколько сумма этого малого, потому что понятие малое и многое, это очень относительное понятие, вы знаете это, да? У кого-то есть фраза такая, у меня нет денег, это значит, что у меня нет денег на новую машину, а у кого-то нет денег, это значит, я не могу хлеба купить, вот сейчас. Верный в малом, он будет поставлен над ноги. И вы знаете, что Писание говорит так же дальше, в 12 стихе, если в чужом не были верны, то даст вам ваше. Сейчас есть различные уточения о том, какими должны быть верующие люди, должны быть с вами богатые, или вы должны быть с вами бедными, вы помните, что было в свое время, ну как бы всплески учений в ту или в другую сторону. Был такой Франциск Азинский, может быть, кто-то из вас читал о нем, такой вот католический монах, очень интересный человек был, он получил откровение вообще об бедности, он был богатым купцом, сыном купца, он раздал все, что он имел, он жил среди бедных людей, собирал милостыню и раздавал ее в бедных. В свое время серьезнейшее пробуждение через него было. Он был очень смелым человеком, очень, он ходил, евангелизировал, сюда в Израиль ходил Синахерим, был такой царь, который воевал с крестоносцами, и он ходил, его евангелизировал, и Синахерим, он его настолько уважал, что он его даже не убил. Представляете, пусть он пришел к нему в дворец и говорил с ним и так далее. Он называл бедность сестрой своей, он говорил, сестра моя, бедность, выдавали обет бедности и так далее, и так далее. И его идея строилась на чем? На том, что если ты чем-либо обладаешь, ты человек уязвимый. Вот смотрите, если мое сердце привязано к деньгам или вещам, если это отобрать у меня, я буду печалиться и роптать на Господа. Но если я свободен от этого, то я не как Ио, он дал, Бог взял. Он говорит, даже если мою жизнь заберут, то она все равно Богу принадлежит. Я ничего не теряю. И эта смелость веры давала ему возможность творить невероятные чудеса. Мы знаем, что существует другое учение, когда люди говорят, верующий человек, он является отражением Христа, Мессии на земле, Бога. Наш Бог богат. Поэтому все верующие должны быть богаты. Таким образом, если ты беден, ты живешь под проклятием, и ты не знаешь Бога, и Бог не живет в твоей жизни, ты позор для Бога. Слышали, да, такие варианты? Я вам скажу так. На самом деле истина находится немножко в других вещах. Мы управляющие у Бога. и мы управляем тем, что Он доверил нам в какой-то момент. Есть ответственность Бога, но есть наша ответственность. И один из ключевых моментов нашей ответственности это работа. Друзья, Бог придумал работу. Вы знаете, что когда Бог поселил Адама и Еву в Эдемском саду, у них уже была работа. они не пили коктейли там, знаете, звери не приносили им там, не выдавливали апельсины и они были заняты тем, что они присматривали за садом. У них была работа. И Бог создал труд как одно из основных средств для удовлетворения наших потребностей. Мы должны работать. Друзья, это правильно. Потому что некоторые верующие они почему-то считают, что все должно, знаете, что прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. Что я, короче, работать я не буду и вдруг кто-то увидит меня. Я, что я такой бриллиант, нахожусь в общине. И он скажет, послушайте, как мы не оценили его таланты. Нужно платить ему большие деньги. Пускай он служит. Я реально не утрирую сейчас, я знаю таких самородков. Они не работают. Ты ему приходишь и говоришь, послушай, пойди капкать канавы. Нет, мне Бог даст. ну хорошо, подождем. Там, пойди там это самое. Недавно я общался с одной сестрой и там по поводу работы и было предложение и год назад я ей говорю, послушай, есть вот такая работа, она сложная, но достойная зарплата. Достойная. Пойди работай. не хочу. Я служил Господу, я там то-то. Буквально через год передо мной сидел совершенно другой человек. Он, да, в Израиле, я думаю, что все это переходили. Скромный и работящий человек. Да, был директором завода, стал скромным, простым дворником. и нормально, ничего страшного. Послушайте, но есть те, которые говорят, никогда. Понимаете, да? Не переступлю, не буду, не буду делать и так далее. Итак, Бог использует труд для того, чтобы сформировать наш характер. Использует труд для того, чтобы благословить нас, восполнить наши нужды. И есть ответственность. Вы знаете, что Бог дает нам способность в работе. Есть Божья ответственность в том, когда мы работаем. Вы помните, когда строили скинию? Это исход 36.1. И там написано, и всем мудрым сердцем, которым Господь дал мудрость и разумение, чтобы уметь сделать всякую работу. Бог благословляет нас мастерством. Вы смело можете приходить на работу, которую вы никогда не делали, и молиться, Боже, вложи мастерство в мои руки, как ты вкладывал это в руки тех людей, которые строили скинию. Вложи мастерство. Я не умел это делать. Научи меня. И будет благословение от Господа. Друзья, Бог дает нам успех. Вы помните жизнь Иосифа? Это Бытие, 39 глава, 2-й, 3-й стих. И был Господь с Иосифом, и он был успешен в делах. И увидел Господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И следующий момент, Псалом 74, 7-8. Бог контролирует наше продвижение, рост по службе. Написано, ибо не от Востока, и не от Запада, и не от пустыни возвышения, но Бог есть Судья. Одного унижает, а другого возносит. Итак, Бог помогает нам в работе. Сейчас, так сказать, заканчиваю. Но также существует наша ответственность в труде. Друзья, мы трудимся, как мы должны трудиться, как для Господа. Писание учит нас. Колоссянам, 3-я глава, 23-й стих. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека. Если ты работаешь, и пускай эта работа даже не сильно высокого качества, мы не видим, чтобы Писание унижало какой-то труд. Вы знаете, что Библия написана людьми, которые были самыми разными и даже не очень хорошими профессиями. Пастухами, простыми людьми, которые собирали смоквы и так далее, царями, слушающими. И собирали мытарями, тоже такими людьми, которых не очень-то уважали, да? И следующее. Притчи, 18-я глава, 19-й стих. Неродивый в работе своей, брат, расточителем. И мы знаем, что жизнь апостола Шауля, она была примером для нас. 2-й фессалоникийцам, 3-я глава, 7-й, 9-й стих. Он говорит, что, ибо мы занимались трудом и работают день и ночь, чтобы не обременять кого из вас, чтобы самих себя дать вам в образец для подражания нам. они работали усердно. Но при этом, вы знаете, что Бог положил предел в работе, в шаббат. Этот день, когда Бог, я верю, что, зная нашу склонность к трудоголизму, он говорит, послушай, один день, я хочу, чтобы ты отдыхал, и точно, я хочу, чтобы этот день был для того, чтобы мы с тобой общались, для взаимоотношений. Поэтому Он говорит, послушайте, под страхом смерти, я вам говорю, нельзя работать. Не работает. У тебя обязательно должен быть баланс. Есть время работы, есть время взаимоотношения с Господом. И нельзя менять это, нельзя перечеркивать, говорить, да ладно, короче говоря, сейчас сезон, надо зарабатывать. Бог говорит, что по вере вашей, когда вы в сезон не будете собирать урожай, да? Я вас благословлю. Это будет свидетельством для всех. Тех, которые работали, вкалывали, вы будете отдыхать, проводите время со мной, а я вас благословлю. Я так хочу, я как распорядитель всего этого, просто говорю, отдыхайте. Вы имеете в этом также ответственность. И мы знаем, что у нас есть ответственность уважать тех начальников, которые Бог ставит в нашу жизнь. Независимо от того, хорошие они или не очень хорошие. Вы помните, что через скорби формируется наш с вами характер. В первом послании Петра написано, 2 глава 18 стих, слуги или подчиненные, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кропким, но и суровым. Я думаю, что на этом мы с вами сейчас остановимся и будем продолжать на следующей нашей лекции. и мы будем переходить к более практическим вопросам в зависимости от того, как будет позволять нам время. Поэтому... Да? Да, перерыв. Спасибо.